Это Владимир Анатольевич Дворянов, помощник Членов Совета Федерации и Библиотечной системы России и социально значимой СМИ. Я привез с собой презентацию, но решил от нее отказаться, во-первых, из-за экономии времени, во-вторых, потому что если бы я заранее пообщался с коллегами, посмотрел об их наработках, я думаю, что я бы свою презентацию делал иначе. Буду короток. Мое выступление – это фактически предложение к сотрудничеству. Весной этого года в Совете Федерации возникла инициативная группа, состоящая, с одной стороны, из ряда сенаторов, с другой стороны, из ряда экспертов медиа-отрасли, направленная на то, чтобы попробовать поставить существующую медиа-систему страны на службу государства, если хотите, для решения ряда проблем. Когда мы говорим о социально значимых СМИ, мы понимаем те СМИ, которые готовы активно с нами взаимодействовать. С одной стороны, это общественно-политические, научные, образовательные, молодежные, литературные, культурно-посветительские и так далее. На самом деле, достаточно большой отряд СМИ речет о тысячах различных СМИ. И когда мы проводили свои мероприятия с представителями медиа-отрасли в мае, в июне этого года, мы убедились в том, что очень многие из них готовы и выращают большой интерес к сотрудничеству с библиотечной системой, но не знают, как это сделать в систематизированном виде. Эпизодические случаи есть, но я не знаю, там, например, активнее всего хочет, наверное, взаимодействовать, скажем, отрасль печатных СМИ. Но при этом надо понимать, что если мы будем, допустим, с ними работать, то фактически мы будем работать с отраслью всех СМИ в целом. Вот здесь был пример Татарстана, приведен в отношении развития новых технологий. Татарстан один из первых в плане интеграции различных СМИ. Холдинг Тат-Медиа, где синтегрировано все и печатное, электронное, радио, телевидение и так далее, единое целое, фактически по западным образцам. В других регионах это идет несколько медленнее, но тоже идет. Это общая аудитория, которой, в принципе, можно привезти к вам в библиотеке. Здесь постоянно сегодня говорили, что нужно в библиотеке людей вернуть. Если взять социологические основы возможного сотрудничества, то если мы посмотрим, допустим, статистику Полевада-центру, которая периодически структурирует чтение России, в том числе на библиотечных площадках, мы увидим, что человек приходит в библиотеке в основном в учебном возрасте, дальше он постепенно меняет библиотеки, начиная с детской, заканчивая научную. Потом, через какое-то время, он или приличная часть людей начинает в библиотеку ходить. Понятно, быть, семья, дети, множество других причин. Но при этом он не перестает читать. В том числе он читает СМИ, в том числе те же печатные СМИ, достаточно активно. При этом, если мы, опять-таки, возьмем разбивку по библиотекам, наверное, в худшем положении, на мой взгляд, если, опять-таки, я посмотрел ту статистику, которая есть, находятся сегодня сельские библиотеки, библиотеки в небольших городах. А вот в печатных СМИ те же, и не только в печатных СМИ, аудитория, она может быть смещена в этом направлении. И здесь тоже возможно взаимодействие. Есть исторические основы вот этого возможного взаимодействия, связанные, например, с тем, что в XIX веке библиотеки на своих площадках активно взаимодействовали с теми же издательскими домами. Люди оформляли подписку, например, так же, как они там сегодня оформляют до сих пор на базе Почты России. Есть просто сущностные некоторые аспекты, потому что библиотеки, повторюсь, заинтересованы в том, чтобы аудитория, наверное, не только пришла, но и не уходила в процессе своего прохождения через библиотеки. А система медиа заинтересована в том, чтобы выйти на молодежь. И не только потому, что идет уход в социальные сети, с этим тоже постепенно СМИ учатся работать. На самом деле учатся работать достаточно активно. И позже скажу, это еще одно из направлений, которое позволит, может быть, подтянуть школьную аудиторию к вам. Почему? Потому что российское движение школьников под эгидой Министерства образования и науки сегодня ведет активную работу по созданию пресс-центров в школах. Порядка тысячи таких пресс-центров уже существует в российских школах. И Татарстан, кстати, здесь тоже один из лидеров, один из чемпионов. Люди учатся быть журналистами в таком игрушечном варианте, если их подтянуть, тропинку проторить. В общем, речь идет о чем? О том, чтобы найти механизм, на самом деле он есть, благодаря которому журналисты, издатели, распространители, СМИ пришли бы в библиотеки и, что называется, не вылезали бы оттуда, создавая различные ивенты, мероприятия, привлекая туда к вам своих читателей. Есть разные варианты. Вот здесь приводили вариант, например, того же Библиоглобуса, который в одной из библиотек работает. Но известно, что, к примеру, издатели книг, они особо не рассматривают, как свою аудиторию, аудиторию населенных пунктов от 100 тысяч и ниже. Это известная тема. И книжные магазины не развиваются, и интернет-торговля особо не развивается, никому особо не интересно. Это так. А СМИ, наоборот, там работают. И работают очень активно. Если попробовать синтегрироваться в этом отношении, допустим, начать принимать ту же подписку, может быть, немножко розница. И причем по этому каналу идет же комплектация. Когда-то был, я понимаю, единый библиотечный коллектор, сейчас его нет. Но есть отлаженные технологии поставки. Я понимаю, Москва, как замечательно здесь рассказывали, как развивается в Москве. Но возьмите Дальний Восток, возьмите Сибирь, северные регионы. Там значительная часть, я так понимаю, комплектации, она связана в том числе с доставкой, с ее стоимостью. И здесь можно это очевидным образом тоже в процессе этого сотрудничества оптимизировать и попробовать сделать для тех же библиотек эту комплектацию дешевле. Просто за счет другой немножко логистики и более централизованного управления этими цепочками поставок. И одновременно, в первую очередь, регионалы, но и федералы, в общем-то, тоже только на несколько другом уровне, с другой периодичностью, могли бы просто-напросто начать у вас проводить массу мероприятий для переключения на вас своей аудитории. Потому что в традиционных каналах, которые, будем говорить честно, с того же 19 века, со второй половины остались, технологически почти не изменились. Какая там информационная революция, да, там та же почта и прочее. В общем, они сами ищут эти новые каналы. И вот библиотека, как мы видим, опять-таки, есть отдельные пилоты, но они абсолютно не систематизированы и происходят только время от времени. Там, может быть, две-три недели в год, но, например, в рамках тех же декад подписки на печатную прессу, проводимых почтой. Я знаю, в Ярославле есть, например, такой опыт, еще в некоторых городах. Но закончилось, и уже вот этого ничего нет. В общем, в чем суть моего предложения? Она, на самом деле, состоит в том, чтобы попробовать создать, скажем, допустим, в рамках той же библиотечной, может быть, Российской ассоциации под эгидой Министерства культуры, которая меня сюда любезно пригласила, и, скажем, того же Совета Федерации, рабочую группу, которая бы попробовала выработать некий концепт и некие технологии работы в расчете, может быть, опять-таки, я думаю, на разные виды библиотек, потому что понятно, что центральные, московские, петербуржские, еще какие-то библиотеки, и, скажем, сельские библиотеки, или даже библиотеки в каких-то райцентрах и других небольших городах, это две большие разницы. Очевидно, здесь немножко разные должны быть форматы работы, но, тем не менее, СМИ есть везде, и они везде заинтересованы в этом сотрудничестве, и они объединены в рамках как распространительских систем, так и разных общественных организаций. И они сейчас, еще раз подчеркну, бьются над тем, чтобы найти новые площадки для развития. Они в этом заинтересованы, они в этом, если хотите, готовы в это вкладывать определенные деньги. И библиотеки могли бы тоже вот в этом процессе немножко хотя бы заработать за счет определенных процентов, связанных с подпиской, с розницей, может быть, и с приемом объявлений различных от частных людей, от юридических лиц для размещения их в тех же СМИ. В общем, здесь варианты могут быть абсолютно различные. Главное, чтобы найти стимул. На мой взгляд, стимул, он как бы естественный. Если есть какая-то площадка, есть какой-то маленький уголок, библиотекарям не надо учить делать там выкладку, презентации, там еще что-то. Они прекрасно умеют рассказывать о том контенте, который есть в книгах в той же периодике и прочее. Им это бы учить не надо. А вот СМИ, опять же, это профессионалы в раскрутке. Это профессионалы в том, чтобы подать те события, которые будут происходить на вашей площадке, так, чтобы это действительно было интересно и чтобы на вас пошли. Вот есть предложение создать такую рабочую группу. Своей стороны, я мог бы обеспечить поддержку тех инициаторов, которые есть в Совете Федерации. Надеюсь, Министерство культуры нас тоже поддержит, что, может быть, там уже, допустим, на следующем Конгрессе вот таком мы могли бы рассказать о каких-то практических результатах, ну, хотя бы в некоторых пилотных регионах. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Как это называется? Мы рассмотрим это предложение. Продолжение следует...